Подобные церемонии проходят в каждом муниципальном образовании региона. Складываются традиции и в селах, особенно в тех, где крепкое хозяйство и дружно живут люди. Троицкий Сунгур Новоспасского района сегодня казачья станица. Здесь любовь к родине воспитывают в каждой семье, а все вместе с большим размахом отмечают День Победы. Для этого даже поставили на ход легендарный Т-34, танк времен Великой Отечественной войны. Репортаж Артема Петрова. Здорово живете, господа кадеты! Слава Богу! В этой сельской школе День Победы начинается встреча с теми, кто на передовой сегодня. Для юных кадетов это уникальная возможность из первых уст узнать, как российские военные продолжают дела наших предков. Урок мужества проходит в старом корпусе, но к открытию уже почти готово новое здание школы, где воспитывают настоящих патриотов. Наши ребята занимаются строевой подготовкой, огневой подготовкой, рубкой-шашкой, фланкировкой. Казак без веры, не казак. Они у нас занимаются православием. А в местном музее уже много лет собирают уникальную экспозицию. Здесь есть как снаряды времен Великой Отечественной, так и трофеи, завоеванные совсем недавно. Часть экспоната у нас еще не было в прошлом году. Всем известная Баба-Яга, дрон от системы ракетного комплекса «Хаймерс». С кассетным зарядом вот у нас такое здесь есть. В конюшне в станице Троицко-Сунгурское тоже отмечают главный праздник страны. Но перед выходом на манеж для показа специально подготовленной программы большая работа проделана и за пределами арены. Лошади тоже должны буквально блестеть. Красивый будешь. Кипит работа и в гаражах местных мастеров. Там за считанные часы до парада в идеальное состояние приводят тяжелую технику. Ведь шествие колонны должно пройти без единой помарки. Масло в норме? Масло в норме. Минуты до начала сельского парада победы. В линию выстроены казачьи коробки. Начать движение готовы и механики-водители. Всего в парадной колонне ровно 20 единиц техники. Гусеничный, колесный и автомобильный. Возглавляет праздничный строй легендарный танк с уникальной историей. Этот Т-34 был подбит фашистами в конце Великой Отечественной. В начале 2000-х его извлекли из болота под Псковом. А спустя два десятилетия новую жизнь машине подарили мастера из Троицкого Сунгура. Первой на центральную улицу Троицкого Сунгура выходит знаменная группа. Следом команду «Вперед!» получают танкисты. Так парад победы в российской глубинке выглядит с высоты. Шествие растягивается на сотни метров. По пути следования колонну встречают местные жители. Это муражек вообще пробирает. Но будто с картинки это село было не всегда. За его активное развитие взялись с десяток лет назад. За это время Троицкий Сунгур преобразился и сегодня ломает стереотипы. Отсюда не уезжают, остаются и создают семьи. За 2023-2024 год у нас плюс 35 человек. В Ульяновской глубинке созидают добрые дела и учат этому других. Все для того, чтобы сегодняшние кадеты остались на своей малой родине завтра и продолжили дело своих отцов. Восстанавливать село. Но главное его любить. Артем Петров и Дамир Губеев. Вести Ульяновск. Из Новоспасского района.